Ребята, вы довольно часто мне постоянно пишите о том, что вы находите какие-то секреты в Брукхевен и просите постоянно меня их разгадать. И тут мне один подписчик написал, что он нашел секретную базу агентства. И он мне рассказал, где она находится. И прямо сейчас мы с вами пойдем эту базу искать. Ну а я вас жду в своем инстаграме и в своем дискорд сервере. Ссылочку на них вы найдете в закрепленном комментарии. Вот прям досмотрите этот видосик и приходите туда. Я по вечерам обычно общаюсь там с подписчиками. Мы вместе играем в игры, либо просто общаемся. Итак, ребята, для того, чтобы найти вот это все место, нам вообще не потребуется никаких телодвижений страшных делать. Вообще, вот просто абсолютно. Где вообще эта база находится? Мне подписчик сказал, что эта секретная база находится под горой. Точнее, внутри горы. Вы спросите, какая гора, да? Ну, тут в Brookhaven, что, есть горы? Да. Ну, вот этот холм, который мы видим, да, это у нас гора считается. Есть еще Eagle View, но это больше не гора, это больше все-таки как холм. И знаете, что я вам скажу? Что вот эта гора действительно очень много себе секретов таит. Как, например, вот на самом верху можно на дронах покататься. И мы сейчас с вами туда отправимся и посмотрим, действительно ли там есть эта база и не обманул ли меня подписчик. Я, правда, абсолютно понятия не имею, где он находится. Мне этот человек написал в Дискорде, потом он мне написал еще в Инстаграме. Поэтому, ребята, будем сейчас все смотреть. Садимся, как обычно, в тачку. Хотя, подождите, это у нас все-таки как агентство. А для поисков агентства мы что с вами делаем? Конечно же, нашу Мистери Машин берем. Так, и, конечно же, мы тут напишем долгожданную, ребята, фразу. Мистери Машин. На самом деле, я вам скажу, что очень много появилось ребят, которые работают на агентство. Они постоянно мне пишут какие-то комментарии по типу, Влад, я работаю на агентство, мы тебя найдем, либо еще что-то. Я вот не понимаю, то ли надо мной прикалываются, то ли агентство собирает силы, чтобы что-то со мной сделать. Вот напишите в комментариях, как вы думаете. Но, действительно, под каждым моим видосом, ну, 10 штук комментариев, связанные с агентством, будут. Очень страшно. И мне они даже пишут в Инстаграме. Некоторые даже мне звонили в Инстаграме, вы представляете? Просто жесть. Окей, двигаем с вами к этой горе. На самом деле, я понятия не имею, где там можно найти вход. Но мы сейчас ее всю объедем и попробуем найти. Хотя вот мы вспомним с вами в кинотеатре. У нас был фильм про агентство. И там, действительно, у них какое-то заброшенное здание было. Какой-то проход тайный был, который вообще, в принципе, мы не знаем, где находится. Но там явно была чаще какая-то, действительно, заброшенная местность, где, в принципе, мы не знаем, ребята, вообще, где она находится. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, ну там вроде похоже на вход. Давайте попробуем туда залезть, посмотреть. Я понятия не имею, где находится это место. Ребята, напишите в комментариях, если вы знаете, где находится секретная база агентства. Но мы знаем, что, в принципе, у нас есть две секретные базы. Это у нас под Клинерс и под автосалоном. Но это не совсем база агентства. Это база какого-то криминала. Но окей, здесь я что-то входа не вижу. Я не знаю, как он вообще должен выглядеть. Может быть, это похоже на него? Так, ну, если честно, я пока что ничего тут не вижу. Ладно, садимся туда в машину и попробуем объехать эту гору. Может быть, действительно, мы с вами что-нибудь интересненькое найдем. Итак, ребята, продолжаем ехать, продолжаем поиски проводить. Давайте свет включим. Это уже стемнело. На самом деле стемнело и стало действительно жутко. Ну, отлично. И что, как мне теперь проехать? Спасибо огромное, что поставили здесь булыжник, блин. Прямо посреди дороги. Замечательно. Я пока что, вот я еду и параллельно смотрю, ничего я не вижу здесь, никаких проходов. Мне кажется, что подписчик все-таки обманул и нет никакого подального прохода в эту гору, где обосновалось агентство. На самом деле очень странно. Ну, ладно. Будем искать дальше. Мы все-таки с вами еще даже полгоры не объехали. Поэтому, может быть, где-то мы и найдем с вами это секретное место. Или, либо, я не знаю, секретный проход вообще. Что это такое? Я понятия не имею. Даже не знаю, как предположительно могла бы эта база выглядеть. Окей. Двигаем с вами. Двигаем дальше. Может быть, где-то мы и найдем с вами это место. Возможно, здесь. А ну-ка, давайте попробуем туда с вами заехать, посмотреть. Так, я думаю, нам понадобится фонарик. Потому что без фонарика мы с вами абсолютно ничего не увидим. Так, где фонарь? Взяли. Замечательно. Так, ну двигаем. Давайте посмотрим, где у нас... Ого! А это уже серьезно, ребят. Посмотрите, какая пещера. Ой-ой-ой. Так, там нет никого? Ребят, если сейчас что-то вылезет, я обосрусь. Так, все нормально. Машина здесь. Ее не угнали. И все, что ли? То есть мы дальше никуда с вами пройти не можем? Блин, вот это обидно. На самом деле, пещерка довольно-таки неплохая. Я вам скажу. Действительно, тут что-то есть. Действительно, что-то здесь имеется. Но тут, как видите, никакой базы агентства нет. Но, предположительно, будем иметь в виду, запишем, что действительно такая пещера существует. И действительно, мы с вами можем сюда попасть. Предположительно, это будет база агентства. Но я пока что ничего не вижу. Так, давайте двигать дальше. Искать какое-нибудь место. Так, может быть, вот здесь что-то есть? А ну-ка, давайте попробуем. Давайте попробуем посмотреть. Так, тут я не вижу ничего. Здесь тоже ничего не вижу. Блин, темно еще. Темно и практически незаметно. Опачки. А ну-ка, давай сюда залезем. Там что-то есть, походу. Так, фонарь. Давайте от первого лица, чтобы хотя бы чуть-чуть освещения было. Блин, фонарь еще светит как-то по-дебильному. Вау, ребята, посмотрите. Походу, реально. Проход какой-то. Ё-моё. Мы нашли с вами, походу, потайное место агентства. Офигеть. Блин, на самом деле, мне очень страшно. Мне очень страшно, ребята, что делать. Ну ладно, давайте будем исследовать дальше. Может быть, мы что-нибудь с вами и найдем. Хорошо, нам нужно каким-то образом наверх, что ли, забраться. Потому что там пропасть, вниз мы не упадем. Не хочу падать. Давайте возьмем тогда какое-нибудь приспособление, чтобы залезть наверх. Ну, я думаю, что, в принципе, вот такая вот стремяночка нам подойдет. Так, ставим ее вот сюда. Берем опять фонарик, потому что без фонарика действительно страшно. Так, оп. Оп. Ребята, чего? Я не понял, там какой-то мужик стоял. Че он от меня хочет? Ладно, давайте... Мне, может быть, мне показалось. Давайте фонарь возьмем. Ой, фонарь. Да я у меня уже за... Язык... Бинокль, короче. Так, поднимаемся. Че-то было вообще. Так, я... Я... Да блин, че-то не могу залезть. Так, давайте... Давайте с фонарем... Куда делось? Блин, куда-то исчезло? Так, давайте сюда поставим. С фонарем лучше, ребята. Потому что я пока что ничего не увижу, блин. Никак не забраться сюда. Давайте как-нибудь по-другому поставим. Вообще ничего не вижу, блин. Так. Давайте прыгаем. А! Черт! Это... Вы видели? Он... Он прямо на самом верху был. Какого хрена? Черт. Ё-моё. Так, ладно. Спокуха. Давайте сейчас попробуем опять залезть. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Стоп. Он исчез куда-то. Ха! Э... Дядя... Да куда делся? Капец. Нифига себе. Справился. Фух. Блин. Напугал меня, значит, и свалило. Я тут обосрался. И что с этим делать? И куда он делся? Черт. Это кто был вообще? Капец. Подождите. Может это какой-то охранник агентства? Либо еще кто-то? Я буду до последнего надеяться, что реально мне это все показалось. Но блин, куда он делся? Я не понимаю. Вообще его ни здесь нет. Ни тут нет. Нигде его нет. Блин. Может он просто какой-то, я не знаю, напугал меня просто и все. Что за говно? Ладно, давайте, короче, возвращаться. А! Черт! Какого хрена, блин? Вы видели? Ё-моё. Фу, дядя, обосрался. Чуть за жопу меня не схватил. Охренеть. Так, ладно. Фу, капец. Это полная шляпа была. Охренеть. И что за фигня? Как так получилось? Так, я не знаю. Но вы видели вообще агентство, ребята? Я агентство и не видел. Получается, я видел только этого странного чувака, а самой базы нет. Может быть, его включить надо? Не знаю, давайте попробуем с вами врубить генератор и пойти туда опять. И если вдруг опять эта подлюка там будет, то уже извините меня, я вас за жопу-то свачу, молодой человек. Ого, это просто капец. Это ж надо так меня испугать было два раза причем. А я еще, знаете, такой, да не, ну что такое, ничего там не может быть. Но самое интересное, что там был этот мужик, а самой базы не было. И я тогда не очень понимаю, то ли это база агентства, то ли что это вообще такое. Ладно, давайте вызываем нашу мистери машин и поехали к генератору. Врубим его, посмотрим, что будет. Может быть, реально после того, как мы врубим с вами генератор, там что-то появится. Но будем надеяться. Так, поехали. Так, ну что ты за пассажирское сиденье-то сел? Фу, жесть. Реально криповый чувак это был. Так, ладно, едем, короче, не будем обращать внимания на этого троглотита. Блин, я на самом деле не ожидал там кого-то увидеть, потому что, ну, по сути, это обычная пещера. Там ничего нету. Но, может быть, подождите, может быть, это не то. Хотя, если там был этот мужик, кто это, призрак или кто это, либо работник агентства, хотя он выглядел крипово по-любому работник агентства. Может быть, может быть, там действительно что-то есть, там же все-таки этот человек был. Хотя, может быть, это один из агентств, и он что-то там искал. Может быть, там есть какая-то секретная кнопка, которая врубает там вход в какую-то базу. Я не знаю. Давайте попробуем сейчас тогда сделать все, что в наших силах. Давайте мы с вами включим. Так, Влад Брэйсер. Все, мы включили. Я вот показываю еще раз. Смотрите, мы включили. Поэтому, поэтому мы можем двигать опять туда. Слушайте, я уже не хочу туда ехать, если честно. Потому что там реально криповый какой-то мужик был. Ладно, давайте, едем. Все, ради вас, ради вас я туда поеду. Если со мной что-то случится, вы виноваты. Понятно с вами? Понятно, если лайк не поставите, то мои старания действительно были зря. В моей лампе сидит жук. Чего? Как он туда залез вообще? Ладно, потом его достану. Видели? Уже из-за агентства, ребята, проблемы в реальной жизни. Серьезно. Так, окей. Может быть, из-за того, что агентство набирает новобранцев себе на работу, возможно, они уже, в принципе, знают каждый мой шаг. Может быть, они реально уже знают, что я буду делать в следующем видео. И опережают меня, и пытаются как-то подловить, испугать, либо заставить меня ничего не делать. Так, а мы с вами куда-то... Ага, вот сюда нам. Так, поднимаемся. Надеюсь, его сейчас не будет. Потому что мне точно не хватает. Фух, и еще одного нервного срыва. Так, ладно, давайте, ставим вот сюда. Так, ну, вроде как я не вижу его. Если отодвинуть камеру, ничего не видно. Я, наверное, так теперь всегда буду делать. Дядя, давайте дадим ему имя какое-нибудь, чтобы как-нибудь его обозначить. Потому что дядя, это все-таки как-то, ну, не сильно звучит. Ну, не знаю, давайте назовем его Максимка. Черт, кто это был вообще, на самом деле? Но я не вижу. Мы вот с вами врубили генератор, и здесь ничего нет. Абсолютно. Может быть, это кто-то из работников? Типа мэр, либо полицейский, либо пожарник. Он просто решил вот так вот меня напугать. Но если мы с вами присмотримся, то тут, в принципе, ничего действительно нет. Мы, конечно, отсюда попасть никуда не можем. Но... Так, что это такое? Нет, это явно не то. Не очень похоже. Я пытаюсь просто найти какую-то секретную дверь, но ее тут нет. Абсолютно. Ммм, блин, может быть, реально кто-то из работников? Либо, может быть, сейчас вышла какая-то обнова, и мы сможем с вами что-то теперь новое разгадать? Странно. Ладно, я предлагаю сейчас отправиться в центр города и посмотреть, что там изменилось. Давайте проверим индикаторы. Может, случилось что-то с индикаторами? Окей, давайте вернемся, ребята, в машину и поедем в центр, потому что мне кажется, что не просто так этот человек здесь появился. Или кто это вообще? Человек или какая-нибудь, не знаю, непонятная сущность. Но будем надеяться, что это человек, потому что, извините, нам непонятных сущностей пока что не надо. И так проблем хватает. Ладно, едем, ребята, и пытаемся что-нибудь такое сверхъестественное здесь найти. Я предлагаю сейчас сходить сразу же, вот так как мы находимся возле пожарников. Давайте мы с вами пойдем к пожарникам, посмотрим, есть ли там индикатор, горит ли он или нет. Так, давайте вот так вот опустим. Да, индикатор горит, значит мы включили с вами этот генератор, значит все нормально. Ладно, в таком случае едем. В таком случае едем. И посмотрим, что же мы с вами можем найти. Так, ну в полицейском, давайте в полицейский участок с вами пойдем. Может быть в полицейском участке что-то будет? В полицейском участке вроде как ничего. Индикатор тут горит? Да, и здесь индикатор горит. До сих пор, кстати, не разгадали мы с вами эту тайну. Черт, я, если честно, ладно, я предлагаю вам сделать так. Мы с вами опустим этот момент, то есть мы с вами не будем абсолютно ничего делать. Я без вашей помощи справиться не могу. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, где находится секретная база, о которой мне говорил подписчик. Потому что не только он мне об этом пишет. Многие пишут, что есть где-то секретная база. Но где?